Лекции и семинары привлекают ученых по вполне понятной причине. В довоенной истории Дауглпилс и особенно Двинск был городом, где еврейская диаспора не просто преобладала, но полностью доминировала. Пласт наследия огромен и в целом по Латгали. В том числе и поэтому, как отмечают российские исследователи еврейской истории и культуры, уже третий сезон вместе с латвийскими коллегами они проводят масштабные этнографические экспедиции. Кроме того, отметили гости, в нашем регионе о наследии говорят много и охотно. В том числе и о Холокосте. На большей территории бывшего постсоветского пространства подобные темы по возможности стараются не поднимать. По убеждению Светланы Амосовой, известного специалиста из Москвы, латгальский феномен имеет свое объяснение. Зачастую люди старшего поколения, среднего поколения, вообще жители Латгали, очень активно это приветствуют и говорят о том, что нужно поставить памятник здесь. Это очень важный текст и это удивительная вещь, насколько является это важным в культуре и насколько вот эта вот, скажем так, травма, пережитая много-много лет назад, является до сих пор очень-очень важной. И то, как люди готовы об этом говорить, готовы обсуждать. И, казалось бы, иногда такие негативные вещи, которые, казалось бы, лучше забыть, являются для них важными. О том, что они готовы вот это вот поддерживать, готовы говорить о том, что да, нужен памятник, да, необходим памятник, что и не один, и не два, а вот много памятников на территории одного города. Казалось бы, зачем? Нет. Тем не менее, вот эта вот память погибших людей, вековетивание памяти о погибших людей является важным для территории, для жителей Латгали. Интернациональный коллектив этнографов ведет работу над специальным сборником, что станет материальным итогом проводимых исследований. В печатные издания будут включены воспоминания местных жителей о разных временах и бытующие стереотипы о евреях. Брошюра, как планируется, будет доступна в России и в Латвии.